Девушки отдыхают Смотрите, это же, друзья, это же изобилие, кругом продукты Последняя возможность покупать продукты То есть у тебя? Нет, вообще последняя возможность сейчас доллары, ой, бары будут стоить за нефть 16 долларов Да и мяч, я что торгую, что ли, нефтью? Купим мясо, пишут Мясо есть, это для Дмитрия Ларина Это Гриша? Мясо есть Гриша купил целую, иди, иди давай уже Целую телегу еды для своей еврейской семьи Совсем ужасное зрелище Гриша мой посредник Ему отправляют всякие штуки Что? Что-что? Да, наверное Грише передают, а потом передает Гриша мне Всякие штуки, которые мне надо Ну, там, типа Для работы Вот, потому что я не хочу палить свой адрес И Грише, соответственно, я вынужден видеть часто достаточно И вот сегодня я его встретил Но Гриша оказался в своем любимом месте В магазине Я купил целую телегу жратвы И я должен наблюдать вот за этим конституционом Что, по вашему мнению, друзья, самое вредное в этой корзине? Что у нас? Пончики очень хорошие Пончики? Да, пончики Донат Там огущенка, там... Там тесто Там сахарная пудра Гриша утверждает, что пончики донат самые полезные Потому что там есть все, что я считаю вообще ядом Это самое полезное, необходимое Ты решаешь себя... Вот смотри, у тебя много шкур, да? Но ты решаешь себя... Целый вагон, да Целый вагон И в тележку, считай, да? Ты ходишь по самому паблику Ты можешь ходить так же, как я по моему родину Давай, давай, иди уже, Гриша, ты так долго идешь Ты же всех людей здесь раздражаешь Ну и что, мысль-то закончишь свою? Так вот Ты решаешь себя важнейшего удовольствия Наверное, второе место после плотства После технического, да? Это... Еда Еда? Еда Да я ем Вкус? Нет Нет, я вот это говнище, я не ем Ты считаешь, что это невкусно, грубо говоря? Блядь, да нет Причем если невкусно, то это вкусно Просто беда в том, что это тебя убивает И что? Я читал недавнее исследование, в котором говорится Что никакой связи практически нет между, например, физическими... Технический перерыв допиздился Ты настолько всем достал, чтобы нам объявили технический перерыв на кассе Какой зависимости, Гриша, я тебе сейчас на пальцах распишу Сахар, он убивает зубы Когда они открыли сахар, пока они начали его использовать в пищу У людей зубы почти не болели Потом углеводы Это углеводы, которые откладывают... Вот это углеводы? Нет, вот это, блядь, эти зубы поганые Сухарики, блядь, сухарей набрал Ну, мясо хорошо, что ты не взял красного мяса Вот это хорошо Чем краснее мясо, тем больше вероятность того, что он вызовет рак Да, да, то есть баранья, она просто самая опасная То есть те люди, которые употребляют как-то стейки Стейки, да? Да, это опасно Это очень опасно По многим причинам Вот, например, Савелий Краморов вообще приехал в Штаты И он был фанатом красного мяса И он сдох от этого Хорошо Савелий Краморов в гений комедии Во сколько ты хотел бы умереть? Ну, годов в 90 Почему несколькими годами, ну, годом ранее ты говорил о том, что хотел бы поскорее умереть? Потому что ты хотел бы умереть молодым Нет, есть, во-первых, я уже пропустил эту возможность, да? А во-вторых, есть некоторый социальный договор, у меня контракт И если ты видел старые ролики, там есть табличка, которая висит Я тебе скажу, что осталось три года Нет, не три года, а восеннадцатый год Ну, а, ну, сейчас уже два года Два года осталось И если я некоторый социальный договор с самим собой не испол... Да, миллион подписчиков Причем с миллион подписчиков Я считаю, что это миллион подписчиков Ну, ты догадываешься, но я тебе не сказал Я так считаю, я знаю, что ты не сказал, но это мое предположение Ну, хорошо, то есть, если к 12 января 2018 года у меня не будет исполнено некоторое пророчество, которое я себе думал, то я себя выпилю, да Но прикол в том, что, не знаю, помнишь ты тот эфир, я же рассказывал, что есть промежуточная цифра, промежуточный момент Ага Если что-то идет, ну, к тому, что все-таки сбывается, но не покрывается цель в 2018 году, то я использую русскую рулетку, то есть использую прям вот реальный револьвер Один из шести? Один из шести Свободен или будет занят? Нет, один из шести занят всего лишь патроном, да Я кручу и стреляю себе в голову, да, ну, то есть... А роль будет об этом? А? А перископить будешь? Перископить буду, обязательно И если, например, происходит щелчок холостой, да, то, соответственно, еще год у меня есть запасы А год? На исполнение... Да, и если не получается и в следующем году, то происходит еще один выстрел Ага И так, ну, то есть... Потому что сейчас некоторую... Некоторую промежуточную цель я достиг, скажем так Ну, полмиллиона подписчиков Да почему здесь полмиллиона, блядь, Гришна, такой... Такой ты, блядь, простой Ты, ты сейчас недавно звонил одному человеку и говорил о том, что ты, как бы, купец Что ты в отношении контента, что ты лайк, випосток Ех, ну, казак на чужбину далеком... Нет Да, смотрите, вот это все купил Гриша Тут есть фрукты Тебя не спасет мандаринчик, когда у тебя будет ишемическая болезнь сердца, понимаешь? Этим не лечится Твой рацион, не знаю, он тебя убьет Есть карта ОК? Конечно Да? Мне кажется, это национальный спорт у Гриши такой, закупаться телегами просто У меня спрашивают, что такое Гриша Гриша, это Григорий Гольдстейн, который, знаете, заставляет людей мочу пить Это ты ведь, приятель? А пять тысяч рублей За пять тысяч рублей За пять тысяч рублей Готов? Он мне-то предложил, но я говорю, давай за десятку Но он решил десятку потратить на еду, смотрите Но во пришедшем я сообщу, что ничего из этого я есть не буду, потому что Гриша все-таки не мой друг Мне не угостить ни в коем случае Ладно, давай, я рядом, на улице Лохи где бухло спрашивают Но дело в том, что конников он не пьет сам по себе, потому что Есть такая пословица Нет хуже зрелища, чем спившийся и опустившийся еврей Ну, это еврейская пословица И вот Гриша, в общем-то, еврей как раз-таки И папа Грише, ну, дал ему денег, потому что Гриша сам не зарабатывает ничего Ну, естественно, с оговоркой, что Гриша купит для него еду А бать-то Гриша знает толк в жизни, поэтому он ему не может заказать винишко Ты на Гуфа похож, да? На Гуфа похож С определенным дефектом речи Надеюсь, не сознание С католическим Рождеством тебя, да? Тебя тоже приятен Черт, сейчас здесь очень много людей, это очень некомфортно Когда видос спрашивают, видос был сегодня Да что там этот еврей там, он что, еще решил телегу насобирать? Да я поможу 72, доллар уже 72, друзья, вы представляете? Вовремя я все свои шекели обернул в этих убитых президентов Видел ролик Гурама? Да, на троечку Говорят, что шикарный видос, да? Спасибо Стрижка не идет, потому что я, в общем-то, такую не хотел Меня паркмейкшу наебало Так, 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 так Питерская интеллигенция, да, к сожалению, к сожалению, друзья Бог не миловал такой участи Ларин, я сзади тебя Нет, там, там чувак в окне Нет, я в окне не на академке, а на озерках, так что Не вздумай даже Сколько раз у тебя был пульпит? Ни разу Пульпит, это когда ты совсем запустил свой зуб И у тебя начинает гнить корень И, возможно, даже челюсть Че, на какую сумму получилось? О, на три тысячи рублей На три тысячи рублей? На три тысячи рублей Блядь, я месяц могу жить на три тысячи рублей, чувак Так поживи, на три тысячи рублей На три тысячи рублей в месяц Блядь, еще год назад я жил на три тысячи рублей в месяц Полтора хорошо, когда приехал сюда Ага, с двадцатью тысячи под тысячами Ага, с двадцатью тысячами под тысячами Тех, ты будешь упаковывать это все? У меня будут все это есть Потом я буду все это есть Дорейши купил Земляничная, а, малиновая, малиновая вареница. А это можно вообще евреям, нет? Знаешь, евреям можно практически всё, кроме... Кроме свинки, свинки. А винишко можно? Ой, перчик. Сколько Грише лет? Ну, Грише 19, но... Вот, на 40. Я, наверное, это все по 40. Ужасно, ужасно. Это, следует понимать, рядовой день, рядовая покупка еды в семье Грише. Так, не рядовая покупка, это... Через день. Это частный случай. Через день, Гриш. Нет, это частный случай. Новый год, блин. Просто моя семья всегда была бедной. И такую корзину мы видели примерно никогда. То есть мы никогда столько людей не покупали. Одновременно. Одновременно, да. Ну, то есть, понятно, что в масштабах жизни у меня была и курица, и... Одна. Ну, да, возможно, и мандарины, и вот этот багет, безусловно, да? Ну, чтобы всё и сразу, Гриша, нет, ну, это слишком. Ты считаешь? Я считаю, что Гриша, зажравшийся... Посмотри, сколько здесь людей, вот, вот, поверни, сейчас. Сейчас, смотри, сколько здесь людей. И ты можешь сказать, что как было? Ты знаешь, я считаю, что да. Ага. Я считаю, что здесь, в Питере, люди живут, как в пузыре изобилия. Поэтому моя трансляция так и названа. То есть это аргумент. Моя трансляция так и названа, поэтому это правда. А почему ты это, как бы, считаешь, как почему-то плохим? Как бы... Я думаю, что они не заслужили просто этого всего. Я, например, я, например, родился в городах. Ну, смотри, кому-то повезло родиться в Петербурге или в крупных городах, да? Ну, да, в крупных городах нет почти голода. Люди не голодают, фактически. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. И смотри, если ты отрицаешь, как и все, ну, в особенности, вот, твои зрители будут отрицать национализм, они не любят национализм, они любят космополитизм. Мы вам плетать еще, что ты еврей? Нет, дайте, я... Так вот, они постоянно говорят о том, что они космополиты, что они... Да, да, я космополист тоже. Да, да, да. Ну что? Как бы, суть национализма в том, что нельзя гориться тем, к чему ты случайно... Да, абсолютно. То же самое. Как фатриотизм. Как фатриотизм. Так вот, так вот. Почему ты приебываешься к тому, что кто-то случайно родился в городе Санкт-Петербурге и получил такое? Ну, потому что общество больное. Нет, ты что? Нет, ты как бы не заветуешь, а ты с претензией, что они виноваты в том, так же, как и тебя. Я не говорю, что ты виноват, Гриш. Просто это твоя жизнь, твоя данность, твоя бытность в больном обществе. Понимаешь? Ты ни в чем не виноват. Просто мне кажется, это джиким. Когда я вижу, просто ебаный муравейник, муравейник еды, не знаю. Еда не помещается, еда не помещается. Зато я знаю, кого в ком она поместится. Нет. Да. Все? Можешь принести? Давай я могу пакет взять, ай-кабр. Какой? По-моему. Давай, да любой, блядь, давай любой, чувак. Ладно, ребят, спасибо, что были здесь. Подписывайтесь на... А люди способны узнать где-то сейчас? Узнать? Я сказал им открытым текстом. Что мы в Окее на Озерках. Ну то есть, а что произойдет? Подростки прививут меня изнасиловать или что? Мне просто интересно. Люди способны догадываться практически обо всех тайнах. Меня, например, интересует... Ну да, например, кто Кеннеди убил, да, в этом смысле? Меня интересует, например, что за голая баба лежит в инстагральном концертина Прикрашева. Меня это почему-то очень интересует. Пиздец. Ты такими низкими категориями оперируешь. Я про Кеннеди ему, он у тебя про Прикраши. Масштаб личности примерно один и тот же, да? Да, так у тебя не было как-то с Кеннеди, у тебя был конфликт с Прикраши. Да ты не представляешь, насколько низкие люди, с которыми я имел конфликт, существуют на Земле, понимаешь? И ты предлагаешь их постоянно вспоминать, что ли? Гриш, мысли шире. Это твое окружение. Я понимаю, что евреи всю жизнь в подполе скрывались, там широко мыслить нельзя. Но Ротшильды-то, Ротшильды-то. Широко мыслить. Ты знаешь, достаточно скрываются. Что скрываются? Им по-римски руки целует, то есть, что? Смотри, кто здесь, кто как бы, что как бы, говори. Вот семья Чайки, Юрия Чайки, да? Против семьи. Бля, это начинается политика. Давай без этого говна, без Юрия Чайки. Ладно. Давай еще элитка, дети, Чайки, да? Да, это Алеша Навальный. Да, конечно. Вот как можно меньше вспоминая о политике, и все у тебя в жизни будет хорошо. А я не могу без этого. Я говорил где-то, я отвечал на вопрос на эфире с вами. Почему вы не привыкли в политике? Почему же? Я ответил, что так как у человека нет собственности, ну как бы у тебя нет собственной партии. Да, нет. У тебя нет какой-то крупной масштабной собственности. Да, мне нечего надо брать. Тебе плевать, ты независим вообще от никакой ситуации в стране. Тебе насрать на нее. Да. В то время как, даже если у меня нет собственности пока что, она появится. Убать кисть, Аутлендер. Вот, секундочку. Поэтому мне логично переживать за то, в какой стране будет существовать развитие. Так можно заняться дауншифтингом. Продашь все нахуй, отправишься в Гоа. Я думал об этом. Больше мыслителем, читать книги. Если в стране настаём пиздец, я съебу какую-нибудь. Начинается, давай-таки фразы не сбрасывать. Что? Если в стране... Если у вас нет, то у вас нет, то у вас нет, как я говорил Боб Дилан. На этом закончим. Всё, ребят, пока, увидимся.